Всем привет! На связи обучающая платформа Mabu, на которой я рассказываю про мобильную разработку. И сегодня мы поговорим снова, но более широко, на очень важную тему. Это работа с базой данных. Действительно, ведь самым ключевым и важным навыком Android-разработчика является умение работать с базами данных. Так как баз данных может быть несколько, например, может быть локальная база данных на устройстве, о которой мы поговорим в этом видео. Также имеется возможность работать с базой данных на сервере. Но когда мы работаем с базой данных на сервере, в качестве базы данных выступает MySQL, мы, как правило, берем все данные сервера с MySQL, загружаем наше мобильное приложение. Внутри мобильного приложения мы сразу же на слой, обычно на слой дата, мы мигрируем все эти данные уже в нашу локальную базу данных на устройстве. И уже работаем с нашей локальной базой данных на устройстве, ведь база данных, которая у нас на устройстве, она имеет более широкие возможности для работы с мобильным приложением для платформы Android. В общем, в этом видео еще раз поговорим про базу данных на устройстве, и я покажу проект, который мы разрабатываем с учениками на курсе Android-разработчик за 3 месяца. В общем, будет интересно, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и под полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. В качестве локальной базы данных на устройствах Android выступает база данных SQLite. Когда я начинал обучение на разработчика мобильных приложений по платформе Android, тогда было еще актуально использовать напрямую эту базу данных. Но сегодня все намного упростилось и была создана такая специальная библиотека Room. То есть что такое Room? Room это библиотека, которая является частью архитектурных компонентов Android и она облегчает работу именно с базой данных SQLite. Причем как она облегчает? Она позволяет писать намного меньше кода и позволяет все это делать в несколько строчек. И теперь работа с локальной базой данных стала намного проще и позволяет все это сделать в несколько строчек кода. И уже из коробки имеет возможность работать с многопоточностью и прекрасно реализовать архитектурный подход MVVM. Но об этом в этом видео я все конечно же расскажу. И тут очень важно понимать, что при работе с локальной базой данных, то есть базой данных, которая располагается на устройстве и будет доступна на одном конкретном устройстве пользователя, нужно в этом случае использовать базу данных Room. Если вам нужно отображать какие-то данные с базы данных на всех устройствах, у которых скачано ваше мобильное приложение, то в этом случае нужно уже использовать базу данных на сервере. Но все равно, когда вы будете получать данные сервера, эти данные нужно мигрировать все равно в локальную базу данных. Но в сегодняшнем видео мы поговорим про работу с базой данных SQLite через библиотеку Room. И я покажу вам проект, который мы создаем на курсе Android Разработчик за 3 месяца. Мы этот проект прорабатываем одну неделю. В этом проекте мы просто прорабатываем все скиллы и все навыки, которые необходимы для работы с базой данных на локальном устройстве. То есть мы создаем саму базу данных, создаем методы, то есть реализуем их в интерфейсе. Специально создаем именно таблицу базы данных. Также мы создаем специальный репозиторий, который будет вызывать все эти данные. И создаем ViewModel, в котором будет происходить обработка всех наших методов. И все даже это выгружаем потом в Activity или во фрагмент. И мы учимся реализовывать все необходимые методы. Это методы создания записи, метод удаления записи, метод обновления записи, метод очистки всей таблицы базы данных. И самые важные методы это получение данных, получение всех данных и получение по определенным запросам. Например, база данных с товарами, вам нужно получать не все товары, а товары только определенной категории и только с определенной ценой. То есть мы этому всему учимся на нашем курсе Android разработчик за 3 месяца. На втором месяце, первой неделе я показываю, как это все можно сделать. Итак, давайте я продемонстрирую проект из курса. У нас есть 4 вкладки. Первая вкладка с панелью, где мы будем добавлять категории товаров и сами товары. Вторая вкладка это вкладка со списком категорий. Третья вкладка со списком всех товаров. И четвертая вкладка для отображения товаров в категории одежда и ценникам 5000 рублей. Для создания категорий мы должны табать вот по этим верхним кнопкам с категориями. После чего наши вот категории, мы переходим во вкладку категории, они отображаются. Теперь заводим товар. Первый товар это будет товар джинсы. Вводим название товара. Далее вводим категорию товара. Одежда. И вводим цену товара 5000. Вот мы видим наши видеонанные данные. Кликаем по кнопке добавить товар. И товар добавлен. Вот пожалуйста переходим во вкладку все товары. И вот он этот товар. Далее давайте создадим второй товар. Например кеды. За другой нашей категории обувь. И цену давайте 2000 поставим. И добавим. Вот наши все данные. Добавить товар. Добавили. И смотрите переходим у нас два товара во вкладке товара. Но во вкладке одежда у нас будет один товар. Так как сюда подгружается только товар с категорией одежда и ценника 5000. Также товар можно удалять. И товар можно редактировать. Вот выезжает панель. Кликаем по иконке. Выезжает панель и мы можем редактировать товар. Название все остальное вставляем. И пожалуйста наш товар подредактирован. И вот. Также категорию можно удалять. Также точно так же категорию мы можем редактировать. Редактируем название и пожалуйста Мы можем удалить все товары И мы можем также удалить все категории Пожалуйста Итак, а как же работает наша база данных room? Для создания базы данных room Мы сначала с вами должны создать сам класс базы данных И наша база данных, она не может существовать сама по себе Она состоит из таблиц Поэтому нам нужно создать класс таблицы базы данных Которые мы называем моделями Кроме того, нам нужно создать интерфейс для нашей базы данных Для того, чтобы мы могли запускать все необходимые методы для работы с базой данных Это методы создания записи, удаления записи, обновления То есть редактирования записи, получения записи Получения записи по определенным запросам То есть в случае, если нужно не все записи выбрать И также нам необходимо реализовать метод очистки нашей таблицы базы данных Итак, мы создали с вами интерфейс Мы создали с вами модель, то есть таблицу нашей базы данных И прикрепили и интерфейс, и таблицу базы данных К нашему классу базы данных После этого нам нужно создать класс репозиторий Который будет реализовывать все эти наши необходимые методы При обучении на моем курсе Android Разработчик за 3 месяца Так как база данных room имеет возможность из коробки работать И с многопоточностью И правильно реализовывать основной архитектурный паттерн MVVM Я сразу рассказываю, как это делать Как работать с базой данных room Именно с учетом этих двух условий В качестве многопоточности мы естественно используем корутины А в качестве архитектуры MVVM Мы все это реализуем через специальный viewmodel То есть мы не напрямую в активителе, во фрагменте Создаем с вами всю бизнес логику Прописываем все методы по получению, по работе с базой данных То есть через определенные методы Мы это все реализуем во viewmodel А уж потом, а только после этого Результат обработки бизнес процессов Мы передаем только в activity или во фрагмент То есть что получается Мы в репозитории реализуем запуск методов Во viewmodel вызываем наш репозиторий И оттуда мы уже запускаем наши методы И потом все это дело, весь результат Мы передаем уже в activity или во фрагменты Я сказал про корутины и про многопоточность Если кто-то не знает, что такое многопоточность То смотрите, если у вас запускается сразу Одновременно в одну долю секунды Несколько методов, несколько процессов То если вы будете запускать их в обычном режиме То сначала будет проходить один метод Только только после того, как он завершится Начнет запускаться второй метод Многопоточность позволяет сделать это одновременно В параллельных потоках То есть тем самым, применяя многопоточность Вы ускоряете работу своего приложения И вашему пользователю не нужно долго ждать Ну а потом уже мы передаем наш viewmodel В нашем activity И в зависимости от того, что нужно сделать Реализуем уже наши методы По работе с базой данных Если вы хотите научиться всему этому мастерству То я вам рекомендую записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца На котором вы полностью усвоите программу Обучению Android разработчика И станете профессиональным современным Android разработчиком Или если вас интересует только эта тема Именно как работать с базой данных room То вы можете просто заказать у меня этот урок И я вам вышлю его Все ссылки для записи на курс Или для заказа этого урока Есть в описании под видео Но проще всего вам, конечно же Написать мне сразу в соцсети Ссылка на все мои соцсети Есть в описании к этому видео Вы просто напишите мне Либо на ВКонтакте Либо на Фейсбуке Либо по имейлу Напишите Я вам сразу отвечу Я отвечаю обычно Если вы днем То есть не ночью пишете А если в рабочей Скажем так Днем вы пишете мне То я обычно в течение 50 минут отвечаю А на сегодня это все Что я вам хотел рассказать Не забывайте Что самым главным навыком Android разработчика Является умение работать с базой данных То есть Уметь что-то сделать с данными Ведь по факту Работа программиста Заключается в том Чтобы взять откуда-либо данные И что-либо с ними сделать В соответствии с функционалом Разрабатываемого приложения На сегодня это все Что я вам хотел рассказать Не забываем подписываться на канал На сегодня это у меня все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok